Евгений Алексеевич, вы заметили, как много и часто друзья Путина, такие как Эрдоган, такие как Орбан, который вообще приехал недавно в Москву, такие как Фитца, стали рассказывать о том, что надо бы как-то поговорить о мире. Тот же Путин ни с того ни с сего вытащил вновь забытые стамбульские какие-то договоренности. Какая муха их укусила? Чего они начали об этом говорить все? Ну, послушайте, я думаю, что об этом они начали говорить по многим причинам. И в каждом отдельном случае причины разные. Орбан, как мне кажется, своими высказываниями, своими поездками, своими встречами, прежде всего работает сам на себя. Он отчаянно ищет сейчас способов укрепить свою политическую субъектность на международной арене, и связано это с тем, что Венгрия стала председательствовать в Евросоюзе. Вы же знаете, да, что каждые полгода какая-то страна начинает председательствовать в Евросоюзе. Это в значительной мере история такая, ну, как сказать... Рекламная. Ну, рекламная, политическая, имиджевая. Реальных рычагов власти, командного администрирования, глава государства или правительства, которое председательствует в течение ближайшего полугода в Евросоюзе, не имеет. Но, понимаете, это же все-таки колоссальный ресурс заявить о себе на международной арене дополнительно. Смотрите, ведь сколько у нас, 28 сейчас стран, если не больше. Будем считать, вот привычная нам цифра, 28 стран-членов Евросоюза, очень много их добавилось в последние годы. Вот легко посчитать. Один раз в 14 лет в стране выпадает председательствовать в ЕС. И вполне вероятно, что это последняя возможность для Орбана. Я не думаю, что через 14 лет в Венгрии по-прежнему бы у власти находился Виктор Орбак. Вот он поэтому и старается застолбить какие-то вешки. То тут, то там. Решил выступить в роли миротворца. Ну хорошо, а почему тогда сам Путин заговорил об этом? Ну, послушайте, Путин... Это как... Почему, например, там Зеленский подробно заговорил о своих взглядах на мирный процесс в интервью знаменитой американской журналистке Труди Рубин из Philadelphia Inquirer. Вот неделю назад, по-моему, это было интервью. Той самой Труди Рубин, которая прославилась в свое время своим вопросом. Кто такой мистер Путин? Куиз мистер Путин, да? Вы помните, да? Начало 2000 года, форум в Давосе, и вот эта хрупкая маленькая женщина поднимается и задает такой простой-простой вопрос, да, из зала. А в зале там на сцене сидят Касьянов, Чубайц, кто-то еще, в общем, там представительная компания из России, и они вдруг начинают что-то там мэ-бэ говорить, блеять, друг другу передавать слово, и это была, конечно, замечательная сцена. Ну вот, теперь Труди Рубин спрашивает, а вы будете вести мирные переговоры? А вы собираетесь участвовать в каких-то переговорных процессах? Ну вот, Владимир Александрович Зеленский ей отвечает. А очень многие, на самом деле, среагировали на его высказывание как на какую-то там важную политическую акцию, какой-то важный жест стороны украинского президента. Хотя, как я понимаю, он просто отвечал на вопрос американской журналисти. Понятно, что этот вопрос у него обдуман, проработан. Он говорил о том, что возможно переговоры через посредников, возможно переговоры примерно по той схеме, по которой велись переговоры, непрямые о так называемой зерновой сделке. Ну и с другой стороны, ну вот как ему, украинскому президенту, сейчас не говорить о мирных переговорах, если он уже в последние месяцы, что называется, с головой погрузился в эту миротворческую тематику в связи просто с швейцарским форумом. Вот теперь, судя по всему, ведется подготовка к следующему такому форуму. Когда он состоится, мы не знаем, называют разные сроки. Но ясно, что нужно предлагать что-то новое, нужно идти дальше. Вот Зеленский поэтому заговорил о том, что будет, очевидно, проработан какой-то мирный план, план предложений о возможном выходе из войны, который будет выложен на стол и предложен Путину. И, возможно, тогда кто-то, может быть, не сам Путин, но кто-то из представителей российской власти будет приглашен к каким-то обсуждениям, контактам, переговорам. Но это все еще далеко не мирные переговоры, на самом деле. Поэтому, знаете, есть два слова – мирный процесс и мирные переговоры. Вот переговорный мирный процесс, он действительно уже начался, он идет. А до мирных переговоров, причем, возможно, много лет. Путину нужно завершение войны? Или для него завершение войны смерти подобно? С точки зрения прагматической, я думаю, он понимает, что войну надо заканчивать, потому что перестают работать те механизмы, которые до недавнего времени работали. Ну, я уже сказал о том, что, похоже, остановился экономический рост, или накануне остановки находится экономический рост, относительный, вызванный вот этим вот заваливанием деньгами военного производства. Растет инфляция. Рост инфляции приводит к тому, что Центральный банк России вынужден поднимать ключевую ставку или там ставку рефинансирования, как ее еще называют, и в связи с этим огромные проблемы для получения новых кредитных ресурсов у предприятий, особенно у тех предприятий, которые не связаны с военным производством, у мелкого и среднего бизнеса. Мне рассказывают мои знакомые, что очень много предприятий находится на грани банкротства, что очень много предприятий находится на грани остановки. Я не думаю, чтобы президенту об этом не докладывали, я имею в виду Путина, да. Растут суммы, которые правительство предлагает за участие в войне против Украины. В некоторых регионах уже перевалило за полтора миллиона. Это значит, что многие не хотят идти, да. Повторяю, инфляция ведет еще и к тому, что растет стоимость жизни, а качество ее не улучшается. Видите, там то ли слабительного уже нет, то ли закрепляет... Ипотека закончилась. Об этом я уже не говорю. Ипотека, кредиты потребительские становятся все менее доступными. Я понимаю, что поездки за границу – это вещь, которая была доступна очень немногому проценту, очень небольшому проценту, очень немногим гражданам России, но, тем не менее, это тоже сказывается. Когда тебе нужно вместо привычного полета из Москвы на 2,5-3,5 часа прямым рейсом до любой европейской толицы добираться туда, там то ли через Тбилиси, то ли через Стамбул, то ли еще каким-то кривым образом. Когда для тебя открыты только там 2-3 курорта на всей территории земного шара, или логистика становится такой тяжелой, такой дорогой, что теоретически ты можешь поехать в Африку или в Азию или в Латинскую Америку, но ты сколько денег-то за эти билеты выкинешь? Ну, хорошо, вы говорите, с прагматически. И это проблема, да. Для определенной части общества проблема рано или поздно станет то, что не будет запчастей, когда-то приобретенным им иностранным автомобилям европейского производства придется пересаживаться на китайские. Я не уверен в том, что многие люди, которые уже переселены на китайские автомобили, в Россию этим страшно довольны. Разные говорят. Говорят, что есть и дорогие, хорошие марки последних моделей и последних лет. Я не ездил, ничего по этому поводу сказать не могу. Но подозреваю, что отсутствие прежних привычек, услуг, товаров, которые раньше были абсолютно легко доступны на российском рынке, это тоже вызывает определенное напряжение. Но, понимаете, Путин может все это знать. Путину об этом могут докладывать. Но Путину ведь и докладывали о последствиях войны, которую он начал в феврале 22-го года. А он поступил с точки зрения рацию абсолютно не так, как от него ждали. Ну хорошо. Абсолютно нерационально. Поэтому, знаете, в голове у Путина совершенно очевидно живет расчетливый бизнесмен с одной стороны, а с другой стороны есть там альтер-эго его, человек, который мечтает о славе вплоть до Геростратовой. Знаете, если не так прославлюсь, так прославлюсь тем, что на красную кнопку нажму. Человек мечтает о вечной власти. О большом взрыве мечтает Владимир Путин, только не в том направлении. О власти, о том, чтобы иметь возможность казнить и миловать. Вот, кстати, давайте поговорим по поводу казни. Кстати, вот если вы вспоминаете о большом взрыве, я думаю, что после Путина эволюция может пройти в другом противоположном направлении. Но, Евгений Алексеевич, вы знаете, интересные вещи творятся. Белоусов пришел в Министерство обороны, стал проводить аудит и обнаружил минимум 11 триллионов хищений. Ну, сажают всех. Замминистра выгоняют. В общем, ужас, какой творится в Министерстве обороны Российской Федерации. Интересно вот что. Что будет с Шойгу, на ваш взгляд? Рассчитает ли его Путин окончательно? Ликвидирует, не знаю, что-то с ним случится? Слушайте, если честно, мне это совершенно неинтересно. Я даже на эту тему не задумывался. Но Шойгу – это не человек, это функция. Вот сейчас, да? Ну, назначил его Путин на какую-то новую должность, которую раньше занимал Патрушев, секретарь Совета национальной безопасности. Компроматы на этого Шойгу, конечно же, у Путина выше крыши. Захочет, даст команду ФАС и Следственный комитет, Генпрокуратура, какие-то там еще силовики выпатрушат этого Шойгу, разденут до гола и голым в Африку пустят. Как Суровикина. Как Суровикина, да, действительно. После того, что было в прошлом, я имею в виду, он же несет ответственность Шойгута за бесславный провал Блицкрига в феврале 22-го года. Он же несет ответственность за то, что из-за него, из-за его конфликта с Пригожиным случился почти что получившийся путь, почти что состоявшийся мятеж. Он же виноват в том, что Путин наложил штаны там и убежал куда-то прятаться в какую-то там свою далекую резиденцию, то ли на Валдае, то ли в Завидово, я уж не помню там, куда он по утверждениям... В бункер, говорю, короче говоря. Бункер, не в бункер, но сбежал, короче. Это тоже было... То есть Шойгу в некотором смысле виновник, не сумевший наладить отношения, не сумевший наладить работу с амбициозным Пригожиным, не сумевший купировать возникшие разногласия. Он, конечно, кругом виноват для Путина. После этого он у Путина на коротком поводке. Поэтому с моей точки зрения, по моей оценке, он уже, что называется, отработанный материал. Можно окончать, значит.